Решение проблемы агрессивных бродячих животных во многом зависит от финансирования. И в этом году его увеличивать никто не будет. Зато в регионе на два года заморожены коммунальные тарифы. Вот только не все понимают, какие именно цифры в платежках за услуги ЖКХ не изменятся. Разъясним прямо сейчас. Тарифы на коммунальные услуги в Иркутской области будут заморожены. Такую информацию слышали многие, ведь заявил об этом Сергей Ерошенко, выступая перед общественностью с ежегодным посланием. Но управляющие компании говорят, у них уже есть приказы службы по тарифам области, в которых прописано с 1 июля текущего года за коммунальные услуги будем платить на 7-9% больше, чем сейчас. И нормативных актов, отменяющих эти приказы, пока нет. В пресс-службе регионального правительства объяснили, сейчас ведется работа по изменению документов, и платы за коммунальные услуги не вырастет. Особое внимание специалисты обращают на то, что не все знают, что кварплата складывается из двух составляющих. Отдельно плата за жилищные услуги – это содержание и текущий ремонт жилья, и отдельно за коммунальные, то есть отопление и водоснабжение. Сумма за жилищные услуги составляет примерно 25% от всей платы, и она может измениться в большую сторону. А платы за коммунальные – нет. Электроэнергия же в этот перечень не входит, и для населения с 1 июля она будет стоить 92 копейки. Юлия Горзова, Елена Сайкина, Новости по будням.